Всем привет, с вами Том, и в этом видео мы посмотрим новое обновление игры My Little Pony от компании Gameloft. Это такое мини-обновление, принесшее нам про-дизайнерские наборы, или, да, вот тут написано про-дизайнерские наборы. Кто придумал это слово, и непонятно. Мечта дизайнера, не знаете, как украсить эквестрию? Попробуйте про-дизайнерские наборы, получите готовый, приятный и совершенно изменяемый пейзаж. И также мы посмотрим у нас еще итоги акции. Давайте начнем, наверное, с наборов. Открываем инвентарь, и во вкладке наборов находим вот такую подсказочку. Получите холеный предустановленный дизайн, открывайте новые участки и убирайте лишние предметы, как только вы его установите. Его можно изменять, убирать и снова назначать в режиме редактирования. Наборы размещаются в вкладке наборы в режиме редактирования. И мы в магазине можем посмотреть целый один доступный мне набор. Я как... Один же мне, да, доступен? Конечно же, мне как уже суровому прокачанному игроку доступен только один набор, который идет за камни. Там есть еще наборы за бицей. Я вам сейчас их вставлю на экране, пока я мотаю до своего набора за камни, которые же я не буду, конечно же, не буду приобретать. Вот, там есть парочка наборов еще за бицей, да. И, наверное, это зависит от того, какого вы уровня и как много у вас расширено понивили, а может быть еще от чего-то. В общем, если у вас тоже только один за камни, наверное, вы просто уже старенький игрок. И, наверное, наборы за монетки вам, в принципе, особо и не нужны. И суть этого набора в том, что в него входят различные вещи, которые, ну, не считая набора за камни, наверное, приобретать выгодно. Именно вот наборы, которые за бицей, составные части этого набора вроде получаются дороже, чем сам набор. Плюс фишка набора в том, что, когда вы его устанавливаете, вы можете его ставить сразу на закрытую территорию. Таким образом вы, а, открываете эту территорию, б, убираете там сразу мусор про спрайтов и прочее-прочее. И потом вы, после того, как таким образом поставить и откроете территорию, вы можете все там поменять, как на ваше усмотрение, переместить то, что было в наборе в инвентарь, поставить там что-то другое и прочее-прочее. И надо отметить, что здесь получается, что этот набор в данном случае немного, кстати, скриншотики пока сделаю, немного читерный, что ли, потому что стоимость этих наборов достаточно невелика в бицах для младших игроков. Но вы за них и покупаете много всего, и плюс открываете территорию, и открытие этой территории было бы вам, скорее всего, дороже, чем стоимость набора. И тут я уже не знаю, баг-то или фича, поправит это или не поправит, или так и подразумевается. Но сама идея составных наборов, конечно, забавная. То есть для тех, кому лень... Это работает только в Панивиле пока что. И, в общем, да, для тех, кому лень самому что-то придумывать в плане дизайна, вот вам уже готовый квадрат целый. Да, многие использовали его, чтобы быстренько открыть себе, значит, всю локацию и все такое. Ну, в Панивиле, конечно же. То есть в основном это подойдет начинающим игрокам, у которых есть еще не открытая территория, у которых проблемы с бицами и прочее-прочее. У старых игроков проблемы с бицами нет, как вы понимаете. И, в общем, прикольная штука, но доступна будет, вот опять-таки, не у всех, и пользу может принести тоже далеко не всем. Но для новичков, для новеньких в игре, конечно же, это интересная штука. И второе, что мы хотели с вами обсудить, я хотела с вами обсудить, это акция. Давайте мы соберем последний сундук с бомбочками и получим нашего няшу Хуфара. Ух ты, какой красивый жеремец! Надеюсь, когда-нибудь я поеду в Саддл Аравию, пишет нам Спайк. Да, даже Спайк согласен, что Хуфар красивый жеремец. Снова дома, мне жаль, что твое турне по Саддл Аравии не удалось, Трикси. Если честно, я, кажется, больше и секунды в пути не выдержала бы, в каком-то смысле, я, кажется, не люблю путешествовать. Да, это и правда немного сложнее, чем я думала, но я очень рада, что мы попробовали хотя бы затем, чтобы больше никогда такого не делать. Ха-ха, но я думаю, это сделало нашу дружбу еще более великой и могучей, чем прежде. Давайте встретим нашего товарища Хуфара. Он к нам спустится с небес Аки Принцесса. И да, Аки Принцесса, он кому-то уже давал элементы. Даже я в группе видела скриншотики. Он будет сразу пятизвездочный, его прокачивать не нужно будет на модельке садал-арабийской модели. У нас есть такая парочка товарищей в контрлоте. И вот теперь Хуфар. Ну, няша же, слушайте, конечно, волосы ему прикольны в тюрбан тут. У него волосы прямо в модельке, видите, у него прямо из тюрбана волосы торчат. В смысле, не между тканью, а из ткани смотрится достаточно крипово, на самом деле. Вот, ну, все равно няш, все равно няш. Самый преданный фанат Трикси, да еще и арабских кровей. А еще у него есть огромный фургон. Но как такой не понравится? Слушайте, разработчики, по-моему, просто троллят. Потому что, ну, серьезно, с такой большой повозкой, как может такой жеребец не понравиться? Да. Ох, шутники. Живет он в общем домике для этой акции, отель Самнамбул. Здесь же живет у нас сверкающая Самнамбуланка. Прекрасные проследованные передние ноги копытные работы. Ей так нравится, как они звенят при ходьбе. И дедок, другой владелец, пожилой хозяин гостиницы. Это разные гостиницы у них там были. Этот Самнамбуланец за свою жизнь повидал много глополуских праздников. И много будущих правителей получили скидку в его роскошном полулюксе. Это тоже был хозяин гостиницы. Когда они приехали по дороге в Садо Ларабио, заехали. Вот где они там были. На глополуский этот фестиваль. Все гостиницы были заняты. И вот он был одним из хозяинов гостиницы. Со второй хозяйкой была еще, уже хорошо нам знакомая, по книжкам Дорингду. Другая поняха где-то. Они вот тут у меня... Нет, это что-то магазин. О, кстати, магазин. Магазин, который внезапно... Внезапно по восках у Фара это не только роскошное средство передвижения. Это еще и магазин, собственное дело предпринимательства, которое производит шелковые накидки. Это тоже, кстати, было в серии. Он им там пару халатов подогнал, как выразилась. Старлайт. И да, я пересмотрела такие серии. А где у меня? Вот. Вот они. Вот еще одна хозяйка гостиницы. Которая упоминалась в книжках Дорингду. И все такое. Все. Магазин и три пони. Это были призы за... Этапы. За жетоны. Сейчас мы посмотрим, что у меня там по социальной части. Ну, по-моему, все еще второе место. И пушку Трикси я уже... Да сколько вас там? Хватит уже. Горшочек не вари. Да, тут явно будет второе место. Остался еще день и шесть часов. Но я записываю в среду утром. Хотя опубликую, скорее всего, только в четверг. Поэтому, скорее всего, когда я опубликую это видео, у вас как раз-таки закончится акция. И вы сможете в комментариях написать, как у вас закончилась акция. Потому что, ну, примерно в это... Да, скорее всего, я как раз в это время и опубликую. Но у меня просто не получается записать завтра, поэтому записываю заранее. Вот. Пушка Трикси будет декором. Ну, я думаю, пушка и пушка как-нибудь переживете, если не увидите, как она у меня будет стоять. Сантамбуланская сцена магазина. Если кто-то до нее добил, молодцы. Но мне пушка больше нравится. Да и как-то не получается выйти на первое место. Вот. Так что ждем следующих акций. Дерпич спрятался. Следующая у нас акция будет по вселенной Сомбры. Да, вселенная Сомбры у нас осталась. Я не знаю, будет ли перед ней перерыв в недельку. Может быть, будет. А может быть, и не будет. И я, наверное, потрачу сегодня свой пропуск на шарики. Шарики. Хм. Только попозже. Сначала вот эти шарики соберу. А потом потрачу на еще парочку. Пишите, как вам новое обновление с вот этими наборами. Что вы о нем думаете. Вот. И увидимся с вами в следующем видео. Надеюсь, это было вам интересно. С вами была Тома. Пока.